Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Автобиография святителя Луки, впервые изданная у нас в стране в 1995 году, была заглавлена издательством словами из его письма сыну «Я полюбил страдания». Фраза эта сразу привлекает к себе внимание и приглашает к прочтению книги. Действительно, тотчас возникает желание узнать, что это за человек, который парадоксальным образом полюбил то, чего обычно мы не любим и стараемся избежать. Как можно полюбить страдания и за что? Разве такое возможно? На эти вопросы отвечает сам святитель Лука своей удивительной жизнью, ставшей житием. Житейное повествование для семейного чтения представлено в книге «Рассказы о святителе Луке» в Войно-Ясенецком. Книга вышла в свет в издательстве московского подворья свято-троицкой Сергиевой Лавры и заняла свое место на нашей книжной полке. В этой книге «Житие святителя Луки Войно-Ясенецкого» представлено в виде коротеньких рассказов, каждый из которых имеет свой заголовок. Так, например, первый рассказ. Он называется «К православию через живопись». Здесь автор-составитель пишет. «Религиозного воспитания дети в семье Войно-Ясенецких не получили. Отец, будучи католиком, ходил молиться в костел, а мать была православной, но молилась дома, в церковь не ходила. К храмам Киева, где жила семья и Киево-Печерской Лавре, Валентина, будущего святителя, приохотила художественная школа, в которой он учился параллельно с гимназией. Наставники школы, художники-братья Мурашко, вводили воспитанников в художественный мир Владимирского собора и Кирилловской церкви, расписанных Виктором Васнецовым и Михаилом Врубелем. Таким несколько окольным путем через живописи храмовое искусство шел к православной вере юный Валентин. В знаменитой на всю Россию Киево-Печерской лавре и в киевских храмах узнал и полюбил он строй православных богослужений, наблюдал жизнь монахов. Здесь делал он из зарисовки с натуры, запечатлевал на полотне или бумаге типы и характеры простых богомольцев, монахов, нищих странников. За эти наброски он даже получил премию на выставке в художественной школе. О том, как и когда юноша обратился к православию, повествует следующий рассказ «Первый призыв Божий». По воспоминаниям святителя Луки, его религиозность по-настоящему проявилась после окончания гимназии и художественной школы. Именно тогда он впервые внимательно и усердно с карандашом в руке как бы заново прочел подаренное ему директором гимназии Евангелие. Многие места Евангелия произвели на юноша неизгладимое впечатление, особенно то место, где Иисус, указывая ученикам на поля созревшей пшеницы, говорит им «Жатвы много, а делателей мало». Валентин содрогнулся «О Господи, неужели у Тебя мало делателей?» По признанию самого святителя, этот евангельский текст был для него первым призывом Божьим на служение ему. «Пройдет время, и он станет именно таким делателем на Неве Господней». Так в душе его сошлись святое благовестие и его церковное богослужебное воплощение, усвоенное в киевских храмах. Дальнейшая жизнь Валентина Война-Ясенецкого, как христианина и врача, показала, что этот призыв к служению Господу он полностью реализовал через служение ближнему. «Главное в жизни – всегда делать добро людям», – подчеркивал в своих выступлениях Владыка. «Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое». Вся жизнь святителя есть решение этой главной задачи – увидеть в страданиях ближнего призыв от Господа к самоотверженному служению, а в каждом человеке разглядеть искаженный грехом образ Божий. О начале врачебного поприща и женитьбе будущего святителя автор-составитель пишет следующее. Сразу стать земским врачом молодому доктору Война-Ясенецкому не пришлось. Он окончил университет перед самым началом войны с Японией и в составе медицинского отряда Красного Креста поехал на Дальний Восток, в Читу. Здесь молодому выпускнику главврач сразу доверил заведованию хирургическим отделением и не ошибся. Операции, проводимые молодым хирургом, проходили безупречно. Неудач не было. В Чите Война-Ясенецкий женился на сестре милосердия Анни Ланской, которая покорила его не столько своей красотой, сколько добротой и кротостью характера. Больные коллеги называли ее святой сестрой. Венчание молодых проходило в церкви, построенной ссыльными декабристами. Со временем молодой доктор приобрел такую славу, что число пациентов, желающих лечиться именно у него, возрастало с каждым днем. И он никому не отказывал, помогая страждущим практически 24 часа в сутки. Впоследствии это не раз спасало жизнь самого святого врача. Помогало разрешить ситуацию. Вот один из таких рассказов, когда в городе начались аресты противников нового режима, и один из подчиненных Валентина Феликсовича решил свести счеты со своим начальником, пустив в ход явную клевету. По его доносу, воина Ясенецкого и его молодого коллегу доставили в железнодорожные мастерские, где скорый суд вершила чрезвычайная тройка. На разбор каждого дела судьи тратили не больше трех минут. Приговор обычно был один – расстрел. Осужденных выводили через другую дверь и сразу же расстреливали. Два врача просидели перед дверью этого судилища более 12 часов. Можно себе представить, что они пережили за это время. Спас их случай, или, вернее сказать, промысел божий. Поздно вечером в этом зале смерти появился видный партиец, который знал главного врача в лицо. Он удивился, увидев здесь знаменитого хирурга, расспросил, что произошло, и вскоре вручил обоим врачам пропуска на выход, дав сопровождение охрану. Милостью божий Валентин Феликсович Война Ясенецкий избежал неминуемой смерти. Так слава хирурга стала в некотором роде его охранной грамотой. А вот еще один рассказ о заступничестве больных за знаменитого доктора. В операционной больнице, где трудился святитель Лука, висела икона Богородицы. Перед операцией хирург, глядя на икону, осенил себя крестным знаменем, прося у Божьей Матери благословения на благополучный исход. И вот одна из ревизионных комиссий приказала икону убрать. В ответ на это доктор Война Ясенецкий покинул больницу. Он сказал, что вернется только в том случае, если образ выдворят на место. В создавшуюся ситуацию вмешался случай, опять же в лице одного крупного партийца. Он привез в больницу свою жену, которой требовалась срочная операция. Вельможная дама заявила, что желает, чтобы ее оперировал только знаменитый профессор. Сообщили об этом Валентину Феликсовичу. Он ответил, что сожалеет, но, согласно своим религиозным убеждениям, не войдет в операционную до тех пор, пока икону не повесят обратно. Партиец, привезший больную, заявил, что дает честное слово, что икона завтра же будет на месте. И Война Ясенецкий успешно прооперировал больную. А на следующее утро икона висела в операционной. К сожалению, в рамках нашей программы невозможно прочитать все рассказы, собранные в этой книге. Это благодатное дело мы предоставляем нашим читателям. Единственное, что еще хочется добавить, это то, что святитель Лука никогда не разделял в своей судьбе двух служений – духовного и врачебного. Однако всегда на первое место ставил служение Богу. По свидетельству секретаря Владыки Евгении Павловны, последние дни святитель угасал, как и жил, без жалоб и ропота. Кончина его была тихой и мирной. Он отошел ко Господу 11 июня 1961 года. В этот день Православная Церковь праздновала память всех святых в земле российской просеявших. В 1995 году архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых Крыма, и мощи его были перенесены в Кафедральный Свято-Троицкий собор Симферополя. А в 2000 году святитель Лука был прославлен в лике святых новомучеников и исповедников российских для общецерковного почитания. Давайте вернемся к вопросу, который был озвучен в начале программы. Как можно полюбить страдания и за что? По мнению автора-составителя книги, когда знакомишься с автобиографией Владыки, начинаешь понимать, что эти слова передают самую суть его жизненного восхождения. «Я полюбил страдания», – писал Владыка, – «так удивительно очищающие душу». То есть он полюбил страдания не само по себе, а как средство воспитания души. Мы часто ропщим не то что на страдания, но любые даже малейшие трудности жизни. А святитель всей своей жизнью учит нас любить и благословлять все, что ведет к преображению нашей души. Учит быть внимательными к своей внутренней жизни, быть самокритичными, готовыми на признание своих ошибок и грехов, готовыми к покаянию. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам приятного чтения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова